Здравствуйте, дорогие слушатели и зрители! Добро пожаловать на еженедельные уроки Тора. Наша недельная глава – Талдот. У Ицхака Ривки не было много лет детей, 20 лет не было детей. Они вымолили, приводится, как они молились, и, наконец-то, слава Богу, Ривка забеременела. И потом Тор написан интересный момент, что и толкались сыновья в утробе ее. Были близнецы, как мы скоро узнаем, у нее были близнецы, и они близнецы толкались. И Ривка сказала интересную фразу. И она сказала, если так, то зачем же я? И тогда она пошла к Господу, и ей сказали, что у тебя два народа, непонятно, что происходит. У нее тяжелая беременность. Она сказала, зачем же тогда я? Она пошла к Богу, и ей сказали, что у нее два народа, и она успокоилась. Раша учит, первый классический пшат объяснение, Раша учит, что у нее была очень тяжелая беременность, она сказала, зачем же я такое молилась, зачем же я себе такое просила? Но ей... Он сказал, что у нее два народа, и непонятно, как это ее успокоилось. То есть беременность была со мной тяжелой. Рухай Макодыш, интересно. Рухай Макодыш тоже говорит, что, конечно, она не была против беременности, она довольна была, но она просто боялась, что, не дай Бог, будет выкидыш. Рухай Макодыш говорит, что если я молилась, у меня теперь будет выкидыш. Она просто боялась, что они толкаются, у меня будет, не дай Бог, выкидыш. И она говорит, зачем же я тогда молилась, что у нее теперь будет выкидыш. И когда она узнала, что там все в порядке, беременность на самом деле хорошая. Просто у нее близнецы, и близнецам нету места. Тогда как бы она успокоилась. Есть еще одно объяснение. Интересное объяснение, ее приводятся некоторые книги. Я недавно слышал, что это Тифер из Шлойма. Она не знала, что у нее близнецы. Она не знала, что у нее близнецы. И Раша приводит, что когда дети толкались, Раша объясняет, что когда она проходила мимо дома учения Торы, теперь надо остановиться и объяснить, конечно, Тору же еще не дали. То есть когда простой читатель читает Раша, и Раша говорит, что Ривка проходила мимо Бесмедыша. Какой Бесмедыш? Да, были Бесмедыш, надо напомнить, что уже Ноя учил Тору, Авраам учил Тору. Эта Тора по всему видна, конечно, была не в той форме, как она у нас есть. Она не была с теми комментариев, она не была записана, как у нас. Но было какое-то поучение Всевышнего, которое тогда люди учили. Ноя, его сын Шэм, Эйвр. То есть были дома, где люди учили поучение Всевышнего. Они занимались боговодным делом. И когда Ривка проходила мимо этого дома, который давайте назвать Бесмедраш или Синагога, ребенок хотел выйти. Ребенок как бы тянуло туда. Но потом она проходила мимо дома и до поклонников. И тоже ребенок толкался. Потом она не понимала, она думала, что это один ребенок. И она боялась, что у нее будет ребенок, который... И знаете, есть такое выражение, танцуй на двух свадьбах. Уйди туда и сюда. Да, знаете, вы, наверное, слышали знаменитую шутку, у которой человек, у которого было там 7 холодильников, он сейчас отдал кашрут. Зачем вам 7 холодильников? Ну как это? Ну один мясной холодильник, потом молочный холодильник, паровый холодильник. А еще? Да, ну на поясах еще 3 надо. Так зачем вам 7 холодильник? Ну вы знаете, я иногда люблю все-таки некошерное тоже покушать. Так этот человек, то есть человек, он и там любит, и здесь любит. И вроде бы все. И Ривка очень боялась, что у нее будет такой сын. Когда она пошла, написано, что, кстати, она пошла к пророкам. Разное мнение, кто был этот пророк, из которой она пошла к Шему, из которой даже, говорит, что она пошла к Аврааму. И пророк ей сказал, что у тебя просто 2 ребенка там. Ты не один ребенок, который туда и сюда. У тебя близнецы. И она успокоилась. Комментарии говорят, что лучше, если ребенок, человек, знает, что он делает. Он знает, что он не прав. То есть Эйсов. У него потом родился Эйсов, Яков. Приводится, что Яков сидел учил Тору, Эйсов сидел, занимался охотой. И ребята разошлись. Это небольшие цивилизации. Но Ривка была более довольна, что у нее будет один хороший, а другой вроде бы нехороший ребенок, чем один ребенок, который туда и сюда. Почему? Потому что когда человек направлен, давайте скажем, в неправильное направление, и он ходит не туда, куда хотят, но если он знает, что он неправильно живет, если у него возможность, он когда-то одумается, он когда-то поймет, он когда-то услышит урок, какую-то книжку найдет, он исправится. Потому что на самом деле в глубине души он понимает, что он неправ. И он исправится. Если человек думает, что у него все в порядке, человек думает, здесь бывают, к сожалению, люди, которые думают, что как? я я я может искать религиозный человек порядка как я могу как я понимаю еще такая фраза тоже ну не все не все не на нашем уровне время изменилось туда-сюда я считаю так я считаю так и чай никогда не справится чем исправляться уже все хорошо я слышал историю мне мой хороший приятель рассказывал когда у него знал его еврея который только на им кипу приходился на гогу один раз он не пришел серьезные истории 40 который был не пришел единственным году когда он приходил синагога он не пришел его спрашиваю что не пришел я думаю все мне какие там уже у меня грехи вы же понимаете зачем то есть человек который думает что у него все хорошо он никогда не справится лучше конечно лучше быть садиком лучше быть якобы ни в коем случае я не агитирую но лучше если человек понимает что да я к сожалению или он даже еще не знаю что я не соблюдаю я дети соблюдают у меня знакомые у меня дедушка был раввин и такой чем может кто-то он вернется может туда смыслит это лучше чем быть посредине интересно что когда тора нам учит нас законом кашрута тора говорит что есть два признака по которым можно определить что животное кошерное жевать жвачку и парнокопытное тора приводит четыре животных которые имеют только один знак там знаменитая свинья верблюд почему тора бы не сказать про там конь осё потому что там не запутаешься четко видно что конь он полностью не кошерный жвачку не жудет копыт у него не кошерный все видно коровы сразу видно что кошерный свинья кстати эйсов приравнивается в наши пророки его приравниваться к свиньи из к выражению кошерная свинья можно перепутать с одной стороны а кошерная копыт раздвоены с другой стороны на жвачку не жжет этого надо больше бояться и в реальной жизни очень опасно когда люди которые делают вид что они может вы даже родины может быть вот где-то все конечно вот один такой-то вин такая-то они по-своему лучше было бы если быть нерегиозным знать свое место чем делать такого такого вида заявления интересным сейчас просто совпадение наверное вы не даже не слышали в израиле в америке появились объявления подписаны и там очень многими раввинами что вышел несколько лет назад хумаш то есть потек ниже с новым с новым пирушим новым объяснением кто-то написал создал замечательный такое объяснение он собрал и этот это хумаш то это тора с этим объяснением это пятикопит омник он был во всех синагогах практически во всех синагогах мэй синагоги там помни было или два или три этих набора наготомника замечательно всем пользовались потому кто-то обратил внимание что человек который написал этот комментарий он не не правильно комментирует тору некоторые комментаторы которые он приводит он их неправильно приводит некоторым специально не те комментарии выбирает опять-таки это не я этим делом не занимался но большие раввины во многих странах запретили этот комментарий во всех синагогах его забрали но многие люди переживали надо нет ну короче всех снагог это забрали все так уж страшно и сейчас комментарии которые это написать комментарии на самом деле по всей муси дать религиозный человек что уже так вот немножко может быть что-то я почему-то все переживает такой такой кошмар сразу все забрать а некоторые говорят что может даже его выбросить не выбросить надо может внизу положить что вы не думаете какие-то другие книжки которые написаны вообще против тора это просто совпадает вот сейчас происходит это неделя прошлой неделе на самом деле это о чем сейчас наши недели глава нас учат когда вы знаете что вот книжка вот полка книжный магазинник называется кошерная литература тора с правильными комментариями комментарии которые наши мудрецы откуда мы значит такой правильный комментарий комментаторы которые у них есть цепочка есть мы ссора от моиша если вы посмотрите рамбом рамбом своем великом труде он начинает свой труд с цепочка которая от моишек следующее поколение следующее и до его времен и потом это раввина из раввина ради там великие комментарии раши комментарии потом комментарии наших дней есть цепочка которая соединена с горой сина и так вот есть классический давайте назвать это классическим есть люди которые критические относится к торе такие мы знаем что это не наше религиозный человек такое дома не держит такое не покупает и и это неправильно то есть не это не наше можно но может нам действительно время когда книжка которая выгляделка хумыш и и комитета вроде бы в иерусалиме я не помню в израиле живет и все вроде бы здорово какая-то люди испугались больше чем другие книги потому что здесь действительно люди могут неправильно очень странно когда человек читает торр витара и и можно по-разному объяснить и среди классических комментаторов ведь есть разные комментарии можно по-разному объяснить по разному перевести теперь если все они в рамках не только дозволено на рука того что действительно передано из поколения поколения это замечательно это красота тора тора можно тора понимать 70 разных объяснений тора это как радуга приводится точно как же как свет при при преламывается и получается радуга точно так же тора но если кто-то объясняет тор можно что-то перекрутить можно на неправильном переводе торы можно создать другую религию тоже и это страшно поэтому лучше если вспоминается я помню когда много лет назад в киеве миссионеры они наше кстати надо учиться в них можно много чему учиться миссионеры они раздавали бесплатно конечно новый завет с одной стороны ивритский перевод с другой стороны русский перевод к хорошая книжка запомнилась детские воспоминания не будем целый роган допомню посвящать новый завет в оригинале не написано иврите да они и и в киеве это было начало 90-х лет начало 90-х лет большинство публики им не нужен был новый завет на иврите зачем же они бы раздавали вот такой интересный такую книжечку с одной стороны новый завет на иврите с другой стороны на русском да хорошо были замечательны были как вот наши еврейские буквы пески буку мы знаем да вот с одной стороны и весь другой на русский все замечательно выглядит очень хорошо это страшнее чем пожалуйста слушай есть такая есть такая линия вот я крест вот это более опасную поэтому переводы тора кстати тоже переводы тора многие люди говорят ну караса кто перевод там чем институте учился человек интеллигентный человек узнает очень хорошо святой язык на мой взгляд неправильный перевод тора это хуже чем если человек даже пользуется другой совсем вам знаешь что не читаю 100 он читает сейчаскую-то книжку читает неважно но знаешь что сейчас не учи то когда человек пользуется неправильным переводом тора перевод который человек написал который не построен на Хазана, наших мудрецов, обычно это будет какой-то неправильный перевод, так наша, это же наша праматерь Ривка боялась. И когда ей сказали, что не переживай, у тебя будет, мне не сказали, имена Яков, у тебя будет Эйсов, и дай бог Эйсова тоже. Интересно, потомки Эйсова, приводится, что среди потомков Эйсова, да, среди его потомков был Ямалек, среди потомков Эйсова, к сожалению, там есть не самый хороший список, потомки Эйсова разрушил наш второй храм, но среди потомков Эйсова были и праведники, среди потомков Эйсова был даже римский, один из римских императоров, который потом принял иудаизм. То есть у него было что-то хорошее, но это надо, опять, к сожалению, среди даже религиозных людей бывают разные люди, которые посредине, люди, которые хотят жить по-простому, поэтому надо не забывать уроки нашей идейной главы. Дальше, опять-таки вернёмся к нашим близнецам. Создаётся впечатление, что ещё до того, как они родились, они, получается, как бы запрограммированы. Один хороший, другой плохой. То есть мы видим, вот, наши мудрецы говорят, что ребята толкаются, один хочет быть хорошим, другой хочет быть плохим. Вот, пожалуйста. Значит, мы видим, что человек запрограммирован быть хорошим и плохим. Так, вроде бы, видно. Интересно, что есть с Рамбом. Рамбом, на самом деле, немножко противоречие. Он пишет в своих законах раскаяния. В пятой главе он пишет, что не думайте, как люди, как философы, которые, философы других народов, которые ошибаются, и даже некоторые среди евреев ошибаются, даже не думайте, что человек заранее предназначен, кто будет цадиком, кто будет злодеем. Рамбом говорит, человек может стать праведником, как Мойши Радейну, или злодеем, как Еравам. Еравам это был один из еврейских царей, который всегда, когда кто-то хочет, в самом Танахе даже, привести пример грешника, его приводят. Он специально поставил идолов, он страшно делал, что он на нас говорил. Так Рамбом пишет, что любой еврей, не надо говорить, что вот я таким родился, ты можешь стать, или праведником, как Мойши, или грешником, как Еравам. Потом, кстати, он приводит, что человек может быть умный, скупой, щедрый. Тоже это, это от него зависит. С другой стороны, Рамбом, в другом месте, в других комментариях, говорят, что мы видим, что, слушайте, у людей есть генетика, правильно? То есть, люди рождаются в зависимости, кто их не родители, в какой стране они родились, в каком окружении они родились. К тому времени, что они приходят к хуму-разуму, они уже немножко запрограммированы. Не сравнить, конечно, с какой простой еврейский ребенок, пятилетний, который живет в Меша, Рим, в Иерусалиме, с которыми религиозные родители, которые много поколений, или пятилетний ребенок, который там живет в городе Алмата, например, который никогда ничего не знает, у которого, не сравнить, в какую сторону у него, как он воспитан. Более того, есть интересная гемора. Гемора в тратате Шаббат приводит, что есть такая вещь, как Мазал. Все мы знаем, мы желаем Мазал то, Мазал, Мазал на самом деле созвездия, звезды, судьба. Гемора в Иерусалиме Шаббат приводит, что зависимости под какой звездой, так можно сказать, человек рождается, гемор, кстати, говорит, на самом деле это планета, там приводится семь звезд, тоже развивается на самом деле до пять планет, Солнце и Луна, и зависимости от часа, в который человек рождается, он рождается под какой-то планетой, которую гемор называют звездой, потому что он выглядит как звезды, и это на него влияет. И так гемора приводит, гемора проводится, что если он под влиянием Юпитера, он будет больше Цадиком, если он будет под влиянием Марса, он будет более красной планетой, он будет вспыльчивым. Сейчас больше подробностей может расскажем. Гемор приводит историю, что великий мудрец Робнахом Бароицкок, его маме сказали, что ее сын будет вором. Написано, что только только он родился, она надела кипу, он все свое детство провел на него все время кипа, потому что кипа, это богобоязненность. Все было хорошо. Один прекрасный день у него спала его ермолка. Как только она спала, он забрался, он увидел там пальмы, на пальме там финики были, он забрался сразу, схватил ее и украл их. То есть мы видим, что он действительно был как бы предпрограммированный на воровство. Ответ, разные, кстати, есть разные ответы, разные подходы. Более-менее ответ, что человек, у каждого человека да, действительно. У нас, у каждого человека есть, если можно сказать, инструменты нам дали. Нам дали черты характера. Что действительно, может быть, один человек более вспыльчивый, чем другой. Один человек более, если можно, горячий, он больше Марс, есть другой человек, который больше в Венеру, он более холодный, он больше реагирует. Есть люди, которые больше, у них ум, они действительно более умные, чем другие. Теперь каждому дали его набор, если можно сказать довольно-ном, набор фломастеров. Есть люди, которые дали в наборе их фломастера больше темных цветов. Есть люди, которые в наборе их фломастера больше светлых цветов. Каждая, на самом деле, черта характера, бывает в ситуации, когда ей надо пользоваться. злость иногда есть это это обычно нехороший что характер и есть вещи на которых надо злить если человек человек который все время не может проснуться вовремя ничего страшного сам с собой мы не говорим о других я устал что я могу с собой сделать тут есть какая-то черта злости можно себя немножко разозлить что со мной такое что я не могу вовремя встать как этот взять три будильника поставить и проснуться воврем и иногда злостью можно пользоваться скупость жадность вспышиわ metre все это есть фломастеры которыми надо надо пользоваться в доборе большом наборе фломастеры есть конечно фломастеры которыми чаще надо пользоваться мастер и reviewed уже пользоваться и есть люди которым набор фломастер на каждую че дали его набор и равву которая считала что не предсказано кто будет как моешь и кто нет никто тебя не заставляет пользоваться каким фломастером у тебя дать и поэтому очень интересно я вам сказал что человек то родился под планетой марс красная планета если посмотрите той же самой гимой приводится что он будет или будет обрезать детей я сегодня был на обрезание утром там русский мой замечательно он обрезал ребенка на самом это крочечка не любви не любой человек может обрезанием заниматься если кто не могут бить крови он может может быть человек который родился под марсом может быть моим делать обрезание он может быть что их это нужно залезать это тоже хорошая или он может быть бандитом веленский гон обращать внимание у нас есть три уровня врезание это всегда миксу врезание такая вещь которая необходимо сделать это очень большая миксу самый лучший наоборот это очень важно это замечательно миксу на самом деле в идеале если отец может сам обрезать своего ребенка это в идеале допустим отец делает некоторые даже так и договариваться с моим чтобы сам надрез сделал сам отец разные события это замечательная миксу очень важно миксу шоихит мясник это самое здесь не просто мясник который зарезает резник то что называлось резник это хорошая вещь это важно не обязательно не кушайте мясо нет нет то что это самое что без мяса жить не можно это очень хорошая вещь надо это не обрезать и есть бандиты которые ходят с дубинками и так далее так вот у человека есть этот красный фломастер ему его бог дал у других нет такого фломастера он может если он притуплен не такой сильный вот ему дали вот эту черту характер так возьми его и пользоваться в хороших вещах рису и им что-то хорошее и тоже интересно веленский гон тоже подчеркивает другие комментарии у нас бывает иногда дети или внуки и был родился первый ребенок ой как родился второй он совсем по-другому что такое у него другие фломасты у него другие черты характера поэтому неправильно когда ученики то же сам ученики в классе конечно все хотят чтобы все ученики классе были самые-самые когда идет лекция все такие смотрят с открытым том все записываю было бы здорово есть разные ученики и от каждого ученика надо требовать чтобы он пользовался своими чертами лучшим направлением поэтому то что раму говорит любой человек может стать меньше рабби интересные другие тоже еще интересный момент я слушал он очень многие из тех вещей которые сейчас рассказы услышал этом уроке и он сказал интересную идею что за счет это получается что если человек например у него есть вспыльчивость нашу с ним надо работать и он теперь говорит ну как они теперь каждый представить сайт когда но обычно человеку дают другие черты характера чтобы сбалансировать всевышний что-то ему хорошее даст с другой стороны его знакомы которые не вспыльчивый тихий спокойно все хорошо но с другой стороны этому знакомы очень тяжело вовремя проснуться ему тяжело молиться он такой 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 везде когда дело касается молитвы пока он дойдет до синагоги пока он наденет филиндом уже по молитвы прошло первые которые такой спыльчат данном приходит он молится у него молитва то есть есть баланс и каждый со своими чертами характер должен стать садиком еще момент что всевышний который дал нам эти черты характер понимает что от нас можно требовать моем примере что если парнишка родился в израиле в иерусалиме фонс религиозной семьи от него спрос другой его понятия цариком его его мой шарабей ну чем парнишка который родился какой-то каком-то там селе непонятно где у него совершенно не религиозные люди все вокруг его окружали то есть спрос от него конечно его понятия царика то что он мог достичь другое между прочим рамбом говорит что все могут стать мой шарабей ну интересно что на могиле рамбома написано что от моиши до моиши от моисея до моисея не было такого моиши мне как в комментариях говоришь выше рамбе ну прям таки моиши рамбей ну кстати пророком как моиши никто не может стать мне как-то гад моиши знаете как моиши имеется ввиду что моиши достиг максимум что мог достичь моиши рамбей ну он должен быть пророком он стал самым-самым великим пророком за всю историю человечества он достиг своего максим потенциал если человек простой какой-то авраам который родился непонятно где непонятно что у него есть его планка который должен достичь он всю жизнь должен стараться пользуясь своими качествами своими достижениями своими талантами если он достигнет максимум что он должен достичь он станет тем кто он есть так это его мой шарабей и поэтому когда нам тора вернемся в нашу недельную главу когда тора сказал что там есть яков и space до эйсов он был стойчивый да у нас в леска народе был такой герой и вызвали царь давид без уже царь давид когда я его сначала первый раз его то его пророки описывают написано что он был румяный с красивыми глазами то словами никто по-другому перевод на 1 не там то же самое слово которое прорисова написано если он был красный разумается самый такой на мой взгляд правильный перевод объяснение красный что что у него кожу он был кабыру очень румяным кровь кипела интересно у эйсова и у царя давида кто еще до не был своим то же самое слово упомянуто от мой дом дом это красный написано про царя давида не были красивые глаза почему глаза еврейский суд это называется глаза общины до царь давид у него было кипела кровь но это использовал правильных намерениях он он прислушивался глазам санедрина которые мы говорили и моров в проход приводит что когда царь давид шел на войну он сначала спрашивал он его томым он он советовался санедрина он советовался своими благомокомандующим потому что он шел на войну он не шел на войну давайте туда хотя он был спыльчин интересно что он не удостоился построить храм потому что это не был его он очень переживал что ему это не удостоилось он он построил основание храма но всевышний сказал что нет это не для тебя потому что ты все-таки другой ты у тебя есть твои замечательные царь давид это четвертом приводится что у трона всевышнего из четыре ноги мы не знаем это что-то духовно очень духовно но там авраам и царь яков идут ты садовит это что-то очень великое но почему-то он не смог построить храм то есть он стал царем давидом он использовал я не знаю какой планета он родился допустим он родился под маслом и он достиг великих высот пользуясь том что у него есть поэтому каждый из нас на каком бы этапе жизни мы не находились где бы мы не родились каким бы фломастером вы не пользовались есть вещи которые мы знаем что нам тяжело даются интересно что многие говорят если хасидские книги не других них что если чак чувствует что что-то очень тяжело дается например человек очень скупой очень тяжело дать кому-то доллар даже есть люди которых не проблем что не очень горды они очень каждой мелочи им что-то задели что они уж переобиделись если чтобы знать что может быть ради этого пришли в этот мир это ваша цель да вы дать не должны работать и из вас спрос другой чем другой человек который наоборот он легким всем раздает все раздает с него спрос один с другого спрос другой поэтому человек наоборот должен знать что может быть ради этого и пришли в мир без рассланта сказал что изменить одну черту характера можно это жизнь потратить поэтому наши тора еще раз рифки сказать что тебя будет два сына один будет садиком другого будет не таким кстати она об этом знала на ницкого об этом не сказал поэтому не собирался дать благословение писаву но даже у исава исава нигде не написано что у него какое-то оправдание что он стал человеком боль ну что он него был на самом деле потенциал мог бы его исправить интересно что голова исава голова исава похоронен с нашими братцами очень интересный момент можно когда-то вернемся что голова исава так уж получилось что она была похоронена в марата махпейла то есть что-то в исаве было святое тоже давайте дальше в недельной главе после того как эти ребята родились рождается яков рождается рождается эйсов потом написано что ицхак и рифка ицхак и рифка не должны они бежать там голод и написана интересная фраза после того как история с авимелохом он забрал ицхака жену и потом интересная фраза и сел ицхак в земле той и получил тот год во сто крат так благословил его господь ицхак посеял и потом у него было мая шарим многие слышали есть такой в иерусалиме есть район называется мая шарим поэтому так и назван потому что мая шарим на самом деле в сто раз больше сто раз больше у него было мая шарим интересно если посмотрите в оригинале написано в маце вспомнить перевод он как бы нашел в этом году сто крат тот перевод которым я пользуюсь ты получил опять-таки перевод правильный но невозможно каждый момент упомянуть но если вы смотрите в оригинале написано в маце без накопон нашел так интересных ты ли люди с вопрос нашел посеял урожай ты же посеял урожай может он не сам это делал что-то его рабы дело надо было вспахать надо было все работать надо было посеять и потом на выросло понятно что на выжить нашел интересно что ты счет напоминания всевышний создал очень интересно этот мир специально сделано чтобы мы поменьше его видели чтобы у нас было право выбора и всевышний систему за такой что мы делаем то что называется что мы делаем своем физическое то что мы можем сделать с нашей точки а потом все же делать то что делать на самом деле когда фермер бросает зернышко в землю потом что-то вырастает это всевышнего зависит как будет погода что потом бесконечном итоге ицхак чувствовал что он да им оценку будто это нашел хоть вроде бы он посеял это не то что это зависит всевышний если он начал что было сто раз больше нам могло быть сто раз меньше то есть человек должен понимать да человек должен есть разные примеры когда человек не может сидеть дома и надеяться что он выиграет лотерея если он не купил лотерейный билет но но в конечном итоге когда не что-то получается на понимаешь что он сделал одну вещь а всему не обязательно и взаимосвязь есть между двумя вещами сказать очень интересную историю и не знали это притча ли так она была один раввин что в городе и к нему пришел это город бедняк я не знаю что мы делали я бы хотел это просто устроиться на работу чтобы меня просто покормили я бы поработал поработал пару часов пусть меня покормят сейчас мы увидим почему почему-то уровень была причина этого бедняку дать дать этот урок сейчас вы увидите и конечно хорошо ты ищешь работу ты ищешь работу пожалуйста иди вот туда 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 там живет такой такой человек иди он тебя с работ и действительно постучал там уверен да он говорит да вот я ищу работу ищи замечательно и он действительно отработал на него там пару часов потом ну так а кормить а кормить не сюда кормить так иди там на другую окраину города там другой дом стоит посадить покушать он туда идет и стучи сюда здравствуйте мне кто-то то-то сказал прийти сюда вы должны накормить да конечно садись кушать и осень кушает замечательно он очень доволен да очень вкусная сами сами так там долго и работал там пару часов поработал на вкусное насыть насытился но обращаю внимание чтобы за него не один там он там сидит там все другие мужчины которые тоже кушают там дать за кухня и он разговорился и он узнает что это бесплатная кухня это бесплатная кухня для бедных которые там один богатый еврей в городе держит чтобы просто сдавать еду бедным и он понимает с мужа понимаешь что он сам я прямо сюда прийти и и кушать бесплатно нам вернулся к первому своему раввину и это что произошло так они на мускай эти просто ночи что в этом мире происходит что в этом мире весь мир так на самом деле происходит есть одна один дом где мы работаем а другой дом где нас кормят теперь иногда не надо очень часто и очень-очень часто у нас иногда создается впечатление что в том же доме там же я я работал особенно если люди получают зарплаты так мир устроен и не с этим не спорю обычно получается что там же там там не кормят и получается что вот если я работаю начну я кормят на самом деле всевышний конечном итоге как ману давали пустыне всевышний давал ману так самом деле эти две части даже не обязательно должны быть взаимосвязаны и человек должен быть напомнить я когда-то уже рассказывал на одном из уроков печальная история когда один богатый еврей здесь в америке потерял все свои деньги почти все свои деньги и он пришел большому раввину здесь в лейкваде пробиться к сороцкин и он спасил его совета очень тяжело особенно когда человек привык жить богато жить состоятельно теперь он потерял денег и он пришел к риску сороцкину и сказать что делать ну и эту историю я слышал это уже не 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 притчат я слышат самого раввина и раввин говорит что я ему сказал что ну первую очередь бога что тебе помогли что тебе дали не знаю чтобы у тебя уладач по помолись на что этот еврей религиозный еврей говорит знаете я настолько не привык просить как-то не привык это страшно то есть человек всю жизнь жил в иллюзии очень многие живут в этой иллюзии это действительно тяжело что не надо было просить что я вот этими вот руками я вот такой умный я такой талантливый у меня столько денег я построил себе свою жизнь свою свой бизнес чтобы он там не построил и тут у меня к сожалению всего разлетелось потерял и теперь надо просить всевышнего как то есть человек иногда забывает чтобы все же не надо было нам напоминать что да мы должны работать данному здоровье данного что у нас была хорошая работа понятно что надо искать хорошую работу есть вещи которые зависимости тоже зависимости от уровня нашей веры в бога насколько мы не полагаемся но в конечном итоге не забывай что в конечном итоге это подарок от бога интересно что вы тоже действительно не забыла просто чтобы нас если севышний конечном итоге нас корр почему если нельзя было сразу примере моего равина послать туда там где корр зачем надо было сначала ставят там где работают а потом там не корр если действительно все что еще рассказываешь что Действительно, все вещи надо, все вещи надо, почему нельзя просто отдавать? Зачем надо работать? Особенно, надо митцвот соблюдать, надо соблюдать Тору. Такой очень интересный момент, связан с нашей недельной главой. В нашей недельной главе написано, что Яков сварил суп, и пришел Исаф, он был очень голодный. Что-то вдруг Яков там за суп сварил, приводится, что умер Аврам. Потом, после того, как близкий родственник умирает, его люди, которые сидят, скорбят, скорбящие, должны первую трапезу, они должны кушать не от своего дома. Чтобы никому такое не надо было, долго лет. Но первая трапеза, после того, как кто-то умер, скорбящий не имеет права кушать со своего холодильника, даже если кто-то женатый, ему не может жена сделать, должны соседи принести. Поэтому Ицхак не мог, или Ивка не могла ему ничего приготовить, поэтому Яков приготовил своему папе вот этот суп. Кстати, надо не забывать, получается, по-другому сейчас считается Тору, получается, Яков приготовил суп своему папе, а Исаф, понимаете, или голодный, прибегает, ну, я хочу кушать, что-то такое, да, это между прочим. И Яков его напоил. Ну, что это за интересная обычая, что первая трапеза, опять-таки, чтобы долго никому не надо было. Так, некоторые объясняют очень интересный момент, что иногда скорбящие, иногда скорбящие думают, они кого-то сейчас похоронили, и они думают, ну, вот, человек прожил жизнь, и кому это все надо было. Теперь, опять-таки, полностью человек, кто верит, человек верит, понимает, что душа вечная, что Даша сейчас придет, душа сейчас получит свою награду, и мы говорим, когда человек, который умер, цадиком был, так почему не забыл, это просто? Зачем надо было душе спускаться в этот мир, страдать, мучиться, делать митцвы, делать, не дай бог, грехи, потом исправлять, и вот мы его похоронили. Так зачем Всевышний все это сделал? Так этому скорбящему дают еду соседи, им очень неприятно, чтобы, опять-таки, чтобы у нас все было, все-все выжили здорово. Человек природно создан, что он любит кушать то, что он сам приготовил, человек любит кушать то, что он сам сделал, человек не любит кого-то просить. Так люди созданы, как то, что он сам, вот, своими вот руками. И поэтому Всевышний, одна из причин этой темы, на самом деле, можно было бы сделать действительно несколько уроков, почему действительно, какая система, почему Всевышний так все это сделал сложно. Всевышний хочет, чтобы мы чувствовали, для того, чтобы мы полностью наслаждались своим раем, и своим заслуженным, и своим заслуженным наградой, когда человек пришел в этот мир. У него были его плохие черты характера, ему было сложно. Да, он был вспыльчивый, да, он был жадный, да, он родился небный Ашарим, но он себя поборол, он это сделал. Да, ему было тяжело проснуться вовремя, да, ему было тяжело соблюдать шабад, но он это сделал. Ему будет, он заслужил свой будущий мир, он заслужил свою награду. И наоборот, если Всевышний просто дал бы, вот, думал, да, вот, царик, все, так это было бы неприятно. Поэтому человек должен понимать, что для этого Всевышний все это создан, система эта создана, что у нас есть испытания, у нас есть свои недовольства в жизни, неприятные моменты, которые мы должны преодолеть. У нас есть физические иногда испытания. Почему? Мы не, потому что Всевышний не хочет, чтобы мы сразу пошли в эту бесплатную кухню, там, где нам дадут подаяние, нам дают бесплатный суп. Нет, Всевышний не хочет, чтобы мы отработали, чтобы нам было бы приятно. И потом, через 120 лет, дай бог, чтобы все долго-долго жили, чтобы действительно все удостоились стать моим червебами. Это наша цель. Это наша цель. И каждый человек, чтобы действительно пришел, стал цариком, пользуясь своими чертями характера. Я просто хочу в двух словах еще напомнить. Мы начали с того, что у Ривки была тяжелая беременность. И некоторым объяснением она просто боялась, чтобы у нее не было выкидывания, но некоторое объяснение она боялась, что у нее один сын, который непонятно, что из него будет. И мы упомянули, что иногда лучше понимать, что человек неправ, чем думает, что ничего страшного, что можно и так, и так. И все-таки лучше быть... Мы больше опасаемся свиньи, которая полукошебная, чем коня, который видно, что не кошебный. Потом некоторые моменты, когда человек не запрограммирован, Рамбом специально, интересно, Рамбом, почти тысячу лет назад пишет, что не как те глупцы, которые... Не так давно, не надо далеко идти, когда были большие споры, или человек запрограммирован, что нет, есть генетика, не генетика. Так Рамбом, в результате Рамбом, если Рамбом и Гемора говорится, что да, человек получает свои черты характера, человек, да, зависим от его, как он родился, под какой звездой, у него есть свои черты характера, никто не запрограммированным был быть цадиком или наоборот. Цель человека — это пользоваться своими чертами характера, под той звездой. Если человек красный, тогда надо делать обрезание, а не бандитам. И мы привели пример царя Давида. И потом мы упомянули, что яиц, который посеял, он нашел. Потому что необязательно в том доме, где мы работаем, в том же доме нас будут кормить. И Всевышний хочет, чтобы действительно, что мы чувствовали, что нам было приятно, что мы сделали, мы еще что-то хорошее сделали, мы еще какую-то митцу сделали. Мы что-то заслужили. И дай Бог, действительно, чтобы все наши митцы, действительно, Всевышний дал нам. Он, на самом деле, дает значительно больше, чем мы заслуживаем. Не знаю, что там дают прям таки каждый месяц, каждый год. Нам дадут, даст Бог, всего значительно больше. И, естественно, что мы удостоились всего всех брехос, всех благословений. И до встречи, даст Бог, до следующей недели. Всего хорошего.